Всем привет! Меня зовут Виталий. Продолжаем знакомиться с приставкой, с новой приставкой от ExeQ. Приставочка называется SET2. И сегодня чуть-чуть поподробнее я вам покажу работу эмулятора PSP на данной приставке. Хоть и на сайте ExeQ и на сайте родителя GXD там вообще написано, что этот эмулятор устанавливается в качестве теста в этой приставке. Но, тем не менее, он присутствует в прошивке, то есть он живой и он там есть. Сейчас я его запущу. Вот я запускаю этот эмулятор. Эмулятор версии 9.1.1. Я уже об этом говорил. Это старая версия эмулятора. И сейчас я попытаюсь продемонстрировать, как он работает изначально, тот, который здесь установлен. Вот я запускаю игрушку Need for Speed Most Wanted. Первое, что бросается в глаза и уши, так сказать, это полное отсутствие звука. То есть звука в игре нет совершенно никакого. Можно, конечно, попробовать зайти в настройки. То есть, ну, например, вот сейчас настройка системы. Здесь можно сразу же язык переключить, чтобы было виднее понятие. Вот мы переключили язык. Затем так сейчас уберем вот этот звук. фоновый. Здесь мы добавим громкость. Эту громкость я, пожалуй, тоже добавлю, чтобы уже максимально все это было. Так, графика. Ну, графика пропуск кадров для того, чтобы эмулятор не тормозил. Я, наверное, все-таки сейчас поставлю не просто выключено, а просто поставлю в автомате. Вот. Ну, для того, чтобы он пошустрее работал, если, мало ли, что-то где-то ему не хватает. Вот. И запущу игрушку опять. Поскольку я уже выскочил из этого эмулятора случайно совершенно. Это он спрашивает автосохранение. Да, я еще кнопки не стал менять местами, потому что, коли звука не было, то здесь это все работает, это все работает. Селекты работают, старты работают. А кнопочки, крестик и кружочек перепутаны, и квадратик и треугольник тоже перепутаны. Нажимаем кнопку старт. Кстати, джойстики, видите, отдельно. Вот аналоговый джойстик отдельно работает, и цифровой джойстик отдельно работает. То есть все как положено. Выбрали машину, и быструю гонку начинаем. Готовы, готовы к гонке. Ну, как... Не знаю, насколько здесь должен быть звук или не должен быть. Ну, на данном-то экране точно не должен быть звук. Ну, а на заставках на видео звук должен быть. Ну, в данном эмуляторе, в данной версии эмулятора, я бы так сказал, его нет. Ну, вот стартуем. Как слышите, никаких шорохов даже нету. То есть просто молчок. И все очень медленно, видите. Вот оно разгоняется, все-таки разгоняется, разгоняется, замедляется. Изображение идет такими рывками. Это, я думаю, заметно вам. Причем я никаких лишних кнопок не нажимаю. У меня нажата кнопка газ, и вот я рулю, чтобы там не воткнуться в какой-нибудь там отбойник. То есть данная версия эмулятора работает плохо. Сейчас я выйду из этого эмулятора и попытаюсь установить другую версию, более новую. Я скачал заранее версию с сайта, как бы изготовителя эмулятора. Я скачал версию 9.6, которая на сегодняшний день самая новая. Ну и посмотрим, так работающие вот все приложения. Попробую сейчас либо остановить, либо удалить эту старую. То есть вот ее можно отключить. Так, отключить мы ее не будем, мы ее остановим просто. Остановлю. Как видите, кнопочки удалить нету. Это значит, что эмулятор вшит в систему. И просто так его поменять у меня не получится. То есть, например, я вот сейчас запущу АП Инсталлер и попытаюсь поверх установить другую версию этого эмулятора. Видите, системное приложение. Заменить хотим его. То есть, вот идет установка новой версии эмулятора. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Приложение установлено. Открыть. Запускаем мы другую версию эмулятора. Так, как видите, версия эмулятора стала 9.6.2. Захожу я в настройки, в системные настройки. Где тут у нас языки? Я просто хочу на русский язык включить его. Вот они у нас языки. И я хочу включить на русский язык его. Так, аудио. Это можно тоже включить. Это можно добавить. Это можно добавить. Низкая задержка, она не нужна тут, правда. Так. Запускаю. Опять тут же самую игрушку. Смотрим, что получится. Так, автосохранение уже просит. Ну, уже звук, как видите, появился, да? Сейчас заодно, наверное, стоит поменять управление на значение кнопок. То есть, вот это у нас будет кружочек, это у нас будет крестик, это у нас будет квадратик, это у нас будет треугольничек. Ну, как на джойстике. Вернее, не на джойстике, а на PSP происходит это управление. Ну и продолжим. Так, вот у нас. Ну, убирать я не стал с экрана, но это тоже можно сделать. То есть, вот какое-нибудь имя игрока можно набрать. Продолжаем. Как видите, звук немножко, звук искажается, но это не критично, как говорится. Главное, чтобы было играбельно. Тем более, это фоновая музыка, ее вообще можно отключить при желании и оставить только звук как бы действия, то есть, звук двигателя в машине. Ну что, звук пошел. Ну и, как видите, довольно бодро все это началось. То есть, ну, гораздо бодрее, чем было в предыдущем эмуляторе, но звук залкается. Так, давайте попробуем все-таки вернуться в настройки аудио и поставить низкую задержку. Посмотреть, что из этого получится. Чуть-чуть подтормаживает, как вы видите, этот эмулятор. Вот он опять. Вот разогналось. Ну, что можно сказать. Вполне играбельно. То есть, для тех, у кого нет PSP, поиграть в игры на PSP на Execute Set 2 очень даже получится и посмотреть, что из себя представляют эти игрушки. Как видите, все довольно бодро. Все, ну, я бы сказал, приемлемо для того, чтобы играть. Бывает хуже. Вот. Сейчас я выйду отсюда. Выйду отсюда и... Так, не туда все нажимаю. Вернуться в меню. Выйду отсюда и теперь запущу игру GTA Vice City. Вот. Запускаю игру GTA Vice City. Дело в том, что я тоже сейчас занимаюсь прямым экспериментом. То есть, заранее я к такому как бы запуску игр не готовился и поэтому делаю все это сразу же на камеру. Так сказать, без купюр. Ну, звук достойный. Игрушка грузится. Сейчас мы это все пролистаем. Ну, видите, все это заикается, заикается все. Заикается. Да, он не станет. Свалился с мотоцикла. Да что ж такое-то я все падаю. Ну, открываем ворота. И едем. Нам было написано, что надо ехать в ВИП терминала аэропорта. Да, игрок из меня аховый, конечно. Ну, давай, давай. Побежали. Слышите, какой звук рваный? То есть, эмулятор работает не совсем хорошо. Выйду я отсюда. Выйду я отсюда. Опять в настройки нажал. Вернуться в меню. Кстати, видите, версия эмулятора поменялась. А есть еще купить Голд, так называемый. Я поинтересовался там на сайте, чем отличается все-таки обычная версия эмулятора от Голд. Отличается она тем, что покупая версию Голд, вы просто помогаете в разработке, в дальнейшем поддержании и в дальнейшем усовершенствовании этого эмулятора. Больше ничем версии бесплатные от платной не отличаются. По работоспособности они совершенно идентичны по своим возможностям. Так что, если кто-то хочет помочь проекту, то может купить версию эмулятора Голд. И теперь, опять же, для чистоты эксперимента попробуем поставить чистую версию эмулятора 9.6, которая убрав ту версию 9.1, которая вшита в систему. Не поверх будем ставить, а просто уберем ее оттуда. Для начала нам надо вернуться в состояние, в то, в которое приставка была. То есть, вот это. Уберем обновления, которые были поверх установлены. Вот. И будем... Заодно я покажу, каким образом можно убрать системные приложения из прошивки Android. Для этого понадобится специальная программа Titanium Backup. Почему я пользуюсь Titanium Backup? А не просто этим... А не просто Root Explorer. Root Explorer можно просто выковырить что-то из приставки и... Ну, как бы, удалить совсем. А вдруг это потом понадобится? А программа Titanium Backup позволяет делать копию того, что было в приставке. Соответственно, это намного удобнее. Всегда можно вернуться в первоначальное состояние. Либо, если, например, кто-то любит экспериментировать с прошивками, кто-то любит экспериментировать с прошивками. Можно так перепрошить, что и кирпич получится. И для того, чтобы вернуться, вернуть все это в первоначальное состояние было попроще, для этого вот лучше иметь резервную копию. То есть, вот, заходим... Ну, объяснить, как работает эта программа и как с ней общаться, ну, может быть, в одном из следующих обзоров я вам покажу. А как вынуть отсюда приложение и сделать бэкап его же, например, я вам сейчас прямо здесь и покажу. Сейчас мы опустимся по алфавиту. Можно воспользоваться поиском. Ну, я, как говорится, по старинке. Так, нет, это мы уже пролистали. Где, где, где? Вот оно. Вот я щелкаю. Можно его заморозить. То есть, остановить. Оно останется в системе, но не будет вообще никак влиять на работу приставки. Я делаю первое, что делаю. Это делаю резервную создание, создаю резервную копию. Причем, приложение это создало уже папочку в памяти приставки, где эти резервные копии находятся. Я сделал резервную копию. Теперь я могу... Так, теперь я могу, теперь я могу удалить это приложение. Видите? Системная программа удалена будет. Системная программа. Таким образом можно удалять вот эти вот эмуляторы, да? Например, эмулятор. Вот он установлен, я его удалил. Но помимо вот такого файлика, там может быть еще файлы, которые имеют еще файл настроек. Вот их ни в коем случае просто так вот в тупую удалять нельзя. Всегда делайте резервную копию, прежде чем что-то удалить с приставки. Иначе все это может быть плохо кончится. Ну, вроде как удалили. То есть, теперь у нас этого там нету. После удаления приставочку, для того чтобы это все у меня отключилось, приставочку нужно перезагрузить. Вот сейчас я перезагружаю. Вот я выключил, включил консоль. Запустилась. Сейчас сниму блокировку. Поскольку системные данные немножко изменились, поэтому она запускается чуть-чуть подольше, чем это было бы обычно. Так, я вам говорил, что уже скачано. Запускаю AP Installer. Выбираю, что это будет внутренняя память. И где у нас тут? Вот этот вот эмулятор. Эмулятор. Вернее, не эмулятор, а новая версия эмулятора. Устанавливаю. Можно заморочиться и засунуть его в систему, но я просто поверх, как обычное приложение. Открываем. Так, сразу же стало на русском, как и должно быть. Давайте сразу же зайдем в настройки и посмотрим. Пропуск кадров. Авто поставлю. Принудительно 60 кадров в секунду. Выключаю это дело, потому что не нужно нам принудительно 60 кадров, чтобы он там упирался, но свое делал. Аудио. Ну, это я просто увеличиваю громкость, потому что мне кажется, что тиховато работает эмулятор вообще на этой приставке. А громкость проще здесь поставить максимум, а регулировать уже как бы органами управления приставки. Ну, давайте опять GTA начнем. Так, органы управления не поменял. Сейчас вернусь. В настройках поменять надо назначение кнопок. Так. Это у нас вот это. Это у нас это. Это у меня это будет. Это будет это. Быстренько все это сделали. Продолжим. Ну, как видите, уже все довольно изменилось и в хорошую сторону, то есть звук стал совершенно другим, согласитесь, чем в тот момент, когда эмулятор ставился поверх этого системного, который там был. Сейчас посмотрим, как на самой игре это отразилось. Ну, видите, насколько все стало, насколько все стало лучше. То есть, как видите, хоть и обновили мы версию, но если снести старую версию, а новую версию поставить, так сказать, на чистую систему, то и звук, и работа эмулятора становятся намного лучше. Видите, все, все чисто, все хорошо, но опять я здесь улетел в эту штучку. Надо как-то научиться перепрыгнуть эту фигню, а мне что-то не получается. Да куда ж мне деваться-то? Ну, как слышите, звук немножко заикается, даже вот когда я вот так вот просто бегу, да? Звук немножко заикается, но, в принципе, вполне приемлемо, то есть это вполне играбельно все равно. А главное, что тормозов-то нет по картинке никаких. Сейчас я добегу до мотоцикла, в конце концов, я на него должен сесть и доехать до аэропорта. А то как-то совсем не прикольно. Да елки ты, палки! Да. Ну, ладно, сейчас. Соберемся с силами. О, каков! Ну и вот, и теперь вроде как нормально поехали, да? Главное, ни в кого не врезаться. Ну, по тротуару-то нормально ездится, там никаких машин нет, никто не мешает. Ну, звук отличный, я бы сказал. Вполне приемлемый. То есть, теперь я отсюда вернусь в меню. И попробую запустить теперь игрушку Need for Speed Most Wanted. Сейчас я запущу Need for Speed. Ну вот. Посмотрим, что изменилось в данном игре. Ну, звук уже чистый. Ну, впрочем, этого и следовало ожидать. Слушайте, все здорово, все замечательно. Надо же даже. Такая фоновая музыка появилась, которой не было, когда эмулятор ставился поверх системного. То есть, все-таки лучше системный эмулятор сносить. Ну, либо заморозку включать. Ну, не знаю. Мне, по-моему, проще в Titanium Backup проще это все убрать, поставить новое, чтобы то вообще там не болталось и место не занимало. А если что, потом и за резервную копию все это восстановить. Ну, смотрите, как все шустро, с прекрасным звуком. Даже можно уменьшать эти эффекты. Здесь уже не просто играбельно. Здесь все очень здорово. Ну, на этом, пожалуй, пора и заканчивать, да? Ничего, что я две игрушки всего лишь показал. Ну, просто игрушки такие культовые, как бы. Что серия Need for Speed, что GTA, у которой куча любителей и почитателей. И все-таки согласитесь, что вполне можно на вот этой вот приставке, вот этой приставки, очень даже можно поиграть в игры от PSP. То есть, ставим любые игры и играем на полной скорости, с нормальным качеством и с нормальным звуком. Выйду я отсюда, вернусь в главное меню этого эмулятора. И теперь мы всегда можем, вернее, не мы всегда можем, теперь всегда желающий всегда может убрать этот эмулятор, убрать этот эмулятор, и на его место поставить тот, который был вшит в систему. Пожалуйста, никто не мешает этого сделать. Кстати, вот здесь вот две игрушки, которые находятся в одной и той же папке. Вот вместо одной из этих игр вполне можно поставить иконку эмулятора. Вот. Ну, на этом, пожалуй, на сегодня и все. До свидания, до следующих встреч. Заходите к нам на сайт, смотрите наши видеоролики. Если кто-то хочет посмотреть, как на ней будут работать какие-нибудь тяжелые игры Android, пишите, протестируем хотя бы Asphalt 8, либо какие-то другие игрушки. Пожалуйста. Ждем заявок, как говорится. До свидания. С вами был Николай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok